друзья привет с вами евгений это проект мои инвестиции и сегодня мы с вами разберем не только инвестиции но и подумаем что же будет дальше в новых реалиях нашей жизни мой портфель на этой неделе претерпел сильные изменения ничего я не продавал только покупал и покупал на больших рассадках и так в моем портфеле на данный момент 466 тысяч минусует портфель на 5,7 процента чуть больше почти 29000 мы находимся в минусе структура моего портфеля не изменилась я захожу из все тех же бумагах gilead science полиметал который хорошенько просел у меня в портфеле аж на 38 процентов вырезан вырезан кстати начал отрастать пятницу мы закрыли практически минус выходили в плюс но закрылись все таки 0,36 процента в моем портфеле нлмк у меня портфеле минусует чуть больше 17 процентов на 13 тысяч пятьдесят пять рублей rusagra опустился вниз ушел в минус хотя до этого он у меня стабильно плюсовал на 20 процентов но я его не закрывал ну да ладно его у меня не столь много тот нефть тоже ушла в минус торгуется ниже 400 рублей 353 рубля за одну акцию в портфеле он у меня минусует на 23 процента это 18 тысяч триста шестьдесят девять рублей доллар в пятницу остановился на отметке 83 рубля за один доллар но немножко тавтология но неважно и рублевый кэш у меня остался четыре тысячи триста девятнадцать рублей куда их пущу пока еще не решил либо я докуплю нлмк ниже 170 рублей где-то в районе 160 если в понедельник мы конечно увидим эту цену можно также покупать любую бумагу из моего портфеля либо тот нефть либо rusagra либо полиметал то есть это компании которых не должны коснуться те санкции которые вводят соединенные штаты америки и европа и так что же все-таки ждет нас в будущем соединенные штаты америки уже ввели свои небольшое количество санкций на самом деле я думаю для обычных граждан россии они как бы и не важны они вели против банка втб против сбербанка оба этих банка с господдержкой и также я думаю те компании которые имеют господдержку такие как рост нефть газпром газпром нефть то есть на мой взгляд в данный момент не стоит смотреть на те компании которые имеют господдержку хотя я и до этого не сильно то их и покупал я не вкладывался в прошлом году не в газпром не в сбербанк они конечно показывали хороший рост можно было хорошо заработать но вот мы видим ту самую ситуацию когда россия начала как же назвать спецоперация как предписал роскомнадзор называть данные действия российской федерации на территории украины но я все-таки надеюсь что на следующей неделе в начале марта мы услышим заявление владимира зеленского о том что вооруженные силы украины все-таки не будут оказывать сопротивление если конечно верить владимиру путину то никто не пострадает и как опять же по заявлению владимира путина они готовы сесть за стол переговоров только после того как вооруженные силы украины служит свое оружие и не будут оказывать сопротивление на самом деле здесь такое двоякое заявление до владимир путин говорит о том что складывайте оружие выдавали присягу народу украины они той власти которую захватила но опять же президент это выбор народа то есть получается то что от народа по сути ничего и не зависит точно также можно сказать и про нашу российскую армию том что вы все-таки давали присягу своему народу а не президенту как вы думаете прав я или нет но вернемся к финансовым рынком после после начала этой спецоперации все покатилось вниз бирже несколько раз прекращала торги курс валюты подымался практически до 90 рублей за 1 доллар но центробанк все-таки ввел свою политику я думаю они готовились они это предвидели и на рынок хлынул большой объем продаж валюты что и поспособствовало снижение у курса до 83 рублей за 1 доллар что будет дальше банковать как бы не хочется мы не можем знать что будет в реалии даже завтра в данной ситуации поэтому единственный способ допустим сохранить свои же деньги которые у вас есть это покупать но покупатель не валюту а покупать те активы которые меньше всего зависят от государства то есть в данный момент я не смотрел бы для покупок те же офезе не смотрел бы госкомпании которые у нас на рынке торгуются цена данный момент достаточно привлекательные и на этих уровнях можно было бы закупаться но опять же повторюсь мы не знаем что будет конкретно завтра и какая реалия нас ждет все это риски и каждый из вас принимает решение самостоятельно я никому не навязываю свою идею своей мысли я просто говорю о том что я вижу в данный момент на фондовом рынке и куда он может пойти самая верная стратегия в данный момент это наверное не делать ничего да конечно при такой волатильности можно заработать но если вы неопытный трейдер и никогда с этим не сталкивались то покупка для вас будет скорее всего это зло особенно если вы начнете это делать с плечами не стоит этого делать просто сидите наблюдайте смотрите если хотите покупать и на покупайте те компании которые не имеют господдержки вернусь опять к вопросу украины и как я вижу то что сейчас происходит на самом деле если проводить аналогию с 2014 годом российскому рынку хватило буквально четырех месяцев чтобы восстановиться до тех уровней на которых он был я помню что в 2014 году я был в позиции по северсталь у меня был полностью укомплектован портфель и компания северсталь как раз начались действия на украине обострение на донбассе и как бы официально россия не вмешивалась в происходящее сейчас это немножко по-другому россия уже официально и юридически она на территории соседнего государства так вот если сравнивать опять с 2014 годом рынку хватило буквально полного восстановления это четыре месяца в моем портфеле северсталь восстановился до уровня и даже закрылся выше за один месяц то есть такой ситуации допустим сырьевые компании те же металлурги и те же золото добычки тоже нефтянка она будет меньше подвержена санкциям потому что если наложить на все это вето да если америка все таки на это решится то вся европа даже америка столкнется с большой нехваткой это подстегнет еще больший рост сырьевых рынков и получается то что это им не выгодно и давайте уже посмотрим действительно украину скорее всего оставили оставили для владимира владимировича путина никто ей не собирается помогать я думаю что давным давно уже все было решено недаром путин встречался со всеми руководителями европы с тем же байденом они вели переговоры это все был такой на мой опять взгляд это был такой отвлекающий маневр от ситуации на украине это что это произошло скорее всего это было действием не только россии но и всего мирового сообщества которые в данный момент кричат что мы это не поддерживаем мы это не ну как всегда это такой обманный ход как говорится слон идет а моська лает ну как то так я думаю это уже было решено и встречая тех же блогеров на просторах ютюба которые говорят что выходите на пикеты вы можете повлиять на свою власть чтобы она прекратила войну на украине я думаю от народа россии здесь мало что зависит даже если все выйдут на этот митинг против войны мы получим просто-напросто новую гражданскую войну потому что мирного разрешения на территории российской федерации такие митинги не приведут они будут жестоко подавлены а агрессия вызывает опять же агрессию и мы просто-напросто опять опустимся между усобицу и откатимся обратно в 90-м годам так что все то что хоть чуть-чуть было сделано мы опять все потеряем я вот недавно ездил в соседний город морозовск называется дороги это просто с чем-то такое ощущение что после освобождения его в сорок третьем году там ни разу не ложили асфальт дыры на всю на всю дорогу просто огромные ямы и передвигаться на автомобиле невозможно поэтому не знаю я не поддерживаю на нашего президента в его начинаниях так как для своего народа который живет на территории российской федерации мы не видим что он делает что-то мы видим то что кругом разбитые дороги грязь и все остальное то что не должно быть но как-то мы привыкли наверное жить в этой грязи и другой жизни мы просто уже не видим и выходить на улице в пикет и призывать к отставке власти между говорю мы получим агрессию со стороны власти агрессия вызовет вызови другую агрессию и тем самым мы опять откатимся наверное даже дальше 90-х годов как бы не откатились бы в какой-нибудь каменный век на этом все спасибо всем что досмотрели это видео до конца оставайте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписан впереди много интересного а я вам говорю до новой встречи на проекте моей инвестиции всем пока и мирного неба над головой